Нажал кнопку, отпустил руль и просто смотришь, как вокруг колосится пшеница. В кабине работает автопилот. На ней работал все время весь в грязи, в мазуте. Сейчас видите, он чистенький, чуть ли не в белой рубашке, в галстуке работает. Повод надеть галстук и белую рубашку у Анатолия Климентова сегодня есть. Ему 55. Правда, встречает юбилей на работе. Уборочная на финишной прямой. Кореновский район один из первых, кто в этом году собрал Азиму из полей. Это хорошо видно с высоты. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев вместе с министром сельского хозяйства облетел на вертолете треть засеянных территорий. По картинке с воздуха и цифрам статистики на земле, можно сказать, что Кореновский район в Олимпийском году вполне может завоевать золото по уборке пшеницы. Мы шесть лет подряд, такой урожай у нас 62-63 центнера. Это уже так, как здрасте. Честно говоря, да. Надеялись больше, Александр Ткачев. Чтобы понять, что означают такие цифры, достаточно вернуться на несколько лет назад. В недавнем прошлом урожайность в 45 центнеров с гектара оказалась фантастикой. А сейчас некоторые хозяйства уже замахиваются на цифры в 100 центнеров. Какие вопросы ко мне, ребята? Все хорошо. Сегодня заканчиваем уборку. Первое в районе. Как-то быстро убирают. Не только хорошо. Не, ну 9 компонов новых. Вот Александр Ткачев обновил технику, так что нам приятно работать. И быстро убираем. Техника обновленная, не ломается все-таки так, как обычно. Урожай есть, зарплата есть, всем хорошо. Надо сделать так, чтобы вся Кубань вот так вылезла. Вот вся такое отношение было к делу, к труду. На поле уже другого хозяйства. Вместе с аграриями обсуждают вопрос цены. За килограмм зерна на рынке дают около 8 рублей. И прогнозы более оптимистичные. Цена у нас сегодня такая плавочная. Конечно, она немножко упала. Но я думаю, что каждый сентябрь мы будем ожидать новый виток. До 8 рублей будет, а значит, вырастет уровень ретабельности. Мы неплохо поработали с стоимостью. Мы удержали на уровне прошлого года. 3,60 у нас будет прямая полностью. Ну, то, о чем мы говорили. Бизнес-план 3,80 реально, фактически. Слоплатистики 100% ретабельность. Что еще? Что еще нужно? Какая еще культура? Я думаю, только нефть может прорваться. Такой ретабельности. Кипит работа и в лабораториях местного элеватора. С помощью нового оборудования определяют один из главных показателей качества зерна – уровень клейковины. Ваше ощущение качества зерна? Насколько хуже, лучше прошлого дня? По-моему, улучшилось в этом году по сравнению с прошлым годом. Хорошо. Кореновский район уборочную кампанию 2014 года завершит первым. Здесь, говорят, в Олимпийский год были настроены побить все предыдущие рекорды. Кореновский, Василковский, Услабинский районы. По этой зоне аграрные часы сверяют. Здесь сосредоточены самые урожайные передовые хозяйства края. Рекорд этого года в Кореновске – 110 центнеров зерна с одного гектара. Цифра космическая. Безусловно, не побоюсь этого слова, выдающимся урожая за всю историю Кубани. Это будет урожай номер один, который войдет в историю, я думаю, что как минимум в ближайших 10 лет. И это действительно успех. И не только надо ссылаться на благоприятные погодные условия. Совокупность факторов. Конечно, погода, но безусловно. Наличие техники, количество техники, профессионализм механизаторов, правильные управленческие решения, финансовая поддержка, которая есть сегодня и на уровне, конечно, края, и на уровне, безусловно, хозяйств. Грамотное привлечение кредитных ресурсов. Все эти инструменты, которые есть сегодня здесь, в районе, на Кубани, их использование, конечно, привело к такому урожаю. 9-ти миллионный рубеж по хлебу в регионе возьмут уже к концу недели, обещает министр сельского хозяйства. Сергей Горкуша докладывает, 70% посевов убраны. 6 миллионов тонн зерна уже в закромах Кубани. Средняя урожайность 55 центнеров с гектара. Это на 3 центнера больше показателей прошлого года. Но, несмотря на такие результаты, мониторинг, который ведут в министерстве, показывает, даже в одной зоне поля по урожайности сравнимы с разноцветным лоскутным одеялом. Мы должны сегодня убрать, уважаемые коллеги, пестроту урожайности как по муниципальным образованию, так по каждому хозяйственному субъекту и тем более по каждому полю. Это позволит краю получить без всяких затрат полтора миллиона тонн зерна, как минимум. Посчитать, если сегодня и 100, и 80, и в среднем 65 есть районные, заканчивают уборку, посчитать, сколько зерна мы банально не добираем. Не добирают из-за целого ряда факторов. Где-то не вовремя посеяли, уборочная техника подводит, где-то почву перекормили удобрениями, или наоборот, убили весь плодородный слой, сжигая стерню. Такие факты есть. Александр Ткачев горящее поле увидел по пути в Кореновск. Не могу не сказать о том, что увидели сегодня в Услабинском районе, на границе с вашим районом. Не знаю, сейчас разбираемся, что хозяйство, чтобы навести там порядок. Ну, жужжу стерню. Это дожиться, это додуматься. В такую жару, мы убиваем плодородный слой. Мы убиваем всю микрофлору, солому, которая, в общем-то, заменяет нам отчасти органику. И так бездумно, так совершенно полить, не думать о завершении мне, это просто я проконтролирую. В преддверии уборочной глава района Сергей Голобородько рассказывает, совет аграриев собирал не раз. Удалось организовать командную работу. В этом году только новой техники хозяйства района уже купили на 160 миллионов рублей. К началу уборочной у комбайнеров здесь появилось даже свое радио, подсолнух. В обед передовики слушают рабочий полдень. Очень приятно слышать, когда движешься в автомобиле, как коллеги с одного хозяйства передают другому. Кто-то намекает, что убрал больше площадь, там урожайность. Вот появилась в этом году искорка трудового соревнования. Вы должны радоваться, если ваш сосед убрал больше. Он не обрушит рынок ни в состоянии, ни в теплощадя. Но у него есть чем поучиться. Хотя еще год назад, два года назад, соседние хозяйства, телефоны агрономов друг друга не знали. Хоть и обсуждают с губернатором итоги уборочной, но тема развития животноводства идет параллельно. Получая рекордный урожай, ставку на молочное производство в районе делают уже давно. Веские аргументы звучат в адрес тех, кто все еще уверен, животноводство на Кубани бизнес убыточный. Мы избрали линию, что мы не сокращаем поголовье. Улучшаем структуру поголовья, улучшаем структуру содержания. Ферм с хорошим содержанием для скота, соответственно, применяем высокодойные технологии. Вот мы по компании, которая не имеет своей переработки молока, но я вам скажу открыто, что это очень высокоретабельный бизнес. То есть задавая, куда вы взяли, Креновск? Мы сдаем Креновск, Данон, Лембельдар. Мы вообще не видим никакого другого пути по растневосту без молочного животновода. Дебет с кредитом аграрии края уже начали сводить. Настроения на рынке позволят получить хорошую прибыль, при условии, конечно, низкой себестоимости зерна. Мы всегда будем биться с вами за прибыль. Все научились, слава богу, считать деньги. Посмотрим не только на урожайность. Там, условно, от 50 сегодня, от 45 до 65, 70. Но и мы должны смотреть уже в экономику. А какая себестоимость килограмма зерна? И у нас есть десятки хозяйств. У кого 3,5-3,6 рубля, а у кого-то 4,4,5. Поэтому, конечно, борьба за издержки, снижение их. В любом бизнесе это первично. Урожай любой ценой никому не нужен, прежде всего вам. Как и в предыдущие годы, спешить с продажей нового урожая глава региона не советует. Цена на зерно в ближайшие месяцы будет только расти. Александр Иванченко, Яна Москаленко, Денис Перец, Денис Москаленко, 9 канал, Кореновский район.